добрый день дорогие друзья сегодня позвольте вам продемонстрировать работы которые ведутся около покровской церкви вот сейчас мы с вами находимся в древней части значит города новый афон когда между в данном случае древняя часть имеется ввиду 19 век вот где продемонстрирую пожалуйста вы сейчас как раз вы видите эту площадь на той стороне находится пристань нового афона там же находится часовня и в 19 веке люди прибывали на корабле сюда пристань монастырской и затем пешком вот по этой дороге по которой вы сейчас видите сзади меня следовали сюда в покровскую церковь это первая церковь новоафонского монастыря ей почти практически уже 150 лет но как вы понимаете потом в советское время здесь были санаторий гостиницы вот этот корпус монастырской трапезной стал диетической столовой сама сама церковь была начать кинотеатром сейчас мы поднимемся обо всем этом я подробно расскажу значит в другой передаче сегодня же хочу обратить ваше внимание на то что в сентябре прошлого года мы начали работы по воссозданию опорной стены которые вы сейчас здесь наблюдаете вот если вы обратите внимание чуть выше находится более меньших размеров тоже опорная стена вот ниже это выглядело намного хуже чем вот эта верхняя часть то что вы сейчас видите значит работа мы ведем следующим образом пойдем сюда вручную снимаем весь известняковый камень значит неправильных форум из которых была выложена вот эта стена далее проводим мы армирование вот этой части нижней верхней со всеми водоканалами так далее далее в ходе работ мы нашли вскрыли точнее вот как раз здесь коллектор через который вода уходит в сторону моря к пруду он почему-то в советское время был наглухо закрыт и собственно говоря вода отсюда никуда не могла уходить дальше вот здесь вот эту дорогу которую вы сейчас видите это советский асфальт который несколько раз ложился много раз демонтировался как обычно обычная история с абхазскими дорогами так вот под ней под этими слоями асфальта находится каменная брусчатка и я надеюсь что я нас буду настаивать на том чтобы вскрыть и вот старую часть квартала города вот это все старые здания чтобы здесь вот в этой части не асфальт лежал а именно это каменная известняковая брусчатка как это и делается собственно говоря во многих странах мира дальше после того как мы бетонируем все это далее я сейчас вам продемонстрирую наш кончательный результат друзья мы это показываю не только для того чтобы вы знали чем мы занимаемся но и самое главное для того чтобы все мы учились возрождать и воссоздавать значит здесь у нас идет лестничная площадка вот эта часть лестничной площадки она сейчас как раз восстановлена к сожалению она была целиком сломлена из закладчиков наркотиков потому что потому что вот с этой стороны росло огромное дерево и в один прекрасный день я тут как раз ехал на на велосипеде и вижу что стоит подъемный кран я говорю ребята чем вы занимаетесь они говорят что здесь значит что-то они ремонтируют и вправду поверила оказалось что значит закладка попала между деревом и стеной и чтобы ее вытащить вы себе представьте они пригнали подъемный кран значит зацепили эту стену и полностью разрушили но сейчас мы ее восстановили вот сейчас вы видите здесь мы оставили старый фрагмент стены правда должен заметить что эта стена не монастырская я тоже думал что изначально это монастырская поэтому очень аккуратно к ней отнеслись но потом оказалось что это было выложено переложен точнее в советское время вы видите наверху особенно очень грубая кладка далее вот эта часть где одни мастырская пожалуйста только аккуратно с камерой аккуратно значит теперь друзья мои вот вы видите сейчас полностью реконструированную восстановленную часть стены значит опорной стены покровской церкви сама покровская церковь год на той части находится значит собственно говоря мы повторили все что здесь было все эти формы единственное в советское время к сожалению эта опорная стена перекладывалась несколько раз потому что здесь был еще летний кинотеатр и все это много раз разрушалось вот вы видите сейчас очень много микроавтобусов сегодня экскурсионных экскурсионных групп и собственно говоря первое их впечатление начинается отсюда друзья мои поэтому для нас очень важно было все это сделать качестве дальше после восстановления значит после бетонных работ вы видите что мы по новой выложили весь камень здесь есть одна особенность друзья мои о которой я хотел бы с вами поделиться вот и все меня спрашивают почему именно так под старинку это все получилось дело в том что друзья мы мы использовали белый цемент для видимой части мы использовали белый цемент и использовали грубый песок собственно говоря покупали обычный гравель все это пропускали через сито с тем чтобы повторить даже структуру связующего скрепляющего материалы которые вы здесь сейчас видите потом после кладки после кладки сразу через шесть-семь часов это все прочищалось значит соответствующими инструментами вот с тем чтобы не было никаких следов не скрепляющего материала не песка не цемента пойдем дальше дальше вы видите шли значит наверху вот эти пояса бетонные пояса дальше тут есть еще одна особенность сюда ближе подойдите значит далее вы видите что мы специально заказали вот эти балясины подобрали этот цвет потому что вы видите цвет каштана цвет последующих значит фонарей на которые мы были выставлены от все из бронзы понятно что если бы у нас была бы возможность денежные средства конечно я бы сделал бы все это из камня но только не дагестанского камня из нашего обычного известнякового камня но сейчас у нас таких возможностей нет но и с другой стороны есть такое сочетание очень много раз об этом говорил много раз это делаю здесь новом афоне значит сочетание древной части да и вместе с так называемым современным минимализмом который мы очень часто встречаем в европе все это сделалось ну что это тоже видел все своими глазами и в греции в италии так далее и в конечном итоге вы видите что мы все это вписали в этот ландшафт чтобы была видна школа вот наверху вы видите это древнейшая школа на 1875 года понятно что реконструирована и достроена но вот нижняя часть она видна и мы собственно повторили эту же кладку здесь далее сам сама покровская церковь которую вы видите тут есть тоже одна интересная особенность я потом вам покажу далее чуть далее сюда видите что видно на копийская гора и она копийская башня далее вот эти корпуса которые находятся внизу вот чтобы все это демонстрировалось все это было видно вот это все было учтено поэтому видите здесь присутствуют эти ступени чтобы это не было громоздко далее пойдем сюда пожалуйста чтобы вы видели и понимали друзья мои вот собственно говоря сейчас я как раз вам продемонстрирую вот собственно говоря вот такая система кладки видите что здесь значит основание серьезное бетонное основание армированное в нижнее основание затем уже идет самокладка это мы так оставили потому что я надеюсь что нам удастся продолжить чтобы такая дорога была до самого верха в монастырь вот там вы видите фрагмент старой стены мы ее сохраняем полностью чтобы вот этот элемент древний стены старого фрагмента здесь хорошо был видео понятно что да даст Бог дело дойдет и до реставрации Покровской церкви здесь алтарная часть не сена здесь был построен летний кинотеатр вот в это время они все это поломали и пойдем пожалуйста туда где еще дальше демонстрируй пожалуйста вот это все он у тебя не показывает или что? пока показываю ага пойдем сюда да друзья мои есть еще одна особенность вот я хочу ее сделать если получится вот где вы видите столбы значит на которых нет фонарей тоже мы специально так сделали я надеюсь мы в них будут керамические глиняные не керамические да керамические глиняные значит вазы и такие же вазы будут поставлены вот на эту площадку их будет десяток здесь всем чтобы с цветами все это красиво выглядело далее вот эту лестницу это старая монастырьская лестница мы ее полностью сохранили поднимайся пожалуйста где и вот вы видите что вот в ту сторону в ту сторону как раз идет монастырьская аллея по которой собственно говоря пешком все люди поднимаются вот здесь ты нажал я понял вот здесь случайно не нажимай где вот так прошу прощения за технические проблемы вот эту верхнюю не нажимай где значит вы видите монастырьская аллея которая идет вверх вот она в верхней части значит вот эта площадь и она историческая и мы написали прошение в городскую администрацию и теперь эта площадь закреплена точнее придали официальный статус городской площади покровской церкви и сейчас мы начали вскрывать вот вы видите что вскрываем старую площадь старую кладку брусчатку которая была здесь она выложена везде вот здесь вот в этой части где вы видите далее этот храм этот храм покровский сейчас вы видите значит здесь была башня со шпилькой поэтому несмотря на то что его строили православные монахи он честно сказать не напоминает совершенно православную постройку храмовую постройку она похожа на классические значит здание церквей в германии середины 19 века и конца 19 века поэтому если мы восстановим эту колокольню с часовым механизмом которые сегодня стоят на гудаутской башне вот и восстановим шпильку вы представляете какая будет здесь красота вместе с этой площадью и таких площадей скверов или как говорят итальянцы пиаццо их у нас практически не осталось поэтому я все-таки думаю надеюсь что вот это нам удастся сохранить вместе со всем вот этими комплексами которые когда-то здесь были благодарю вас за внимание даст бог когда мы завершим вот отсюда тоже можешь продемонстрировать я пожалуйста когда мы завершим полноценно все эти работы я еще раз вам подробно изложу историю этой церкви святынь которые были в этой церкви вот где мы прогоде проводим на покрова ежегодно богослужения и еще многих исторических фактов связанных с этой частью древней частью города новый афон благодарю за внимание